ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Наверное, не существует подходящих слов, чтобы описать состояние родителей, когда их здоровый ребенок утром бегает и играет, а к вечеру теряет все физические навыки. Свои первые шаги без опоры шестилетняя Настя сделала всего три месяца назад. В раннем детстве она уже умела ходить, но, к сожалению, всему пришлось учиться заново. Всего за один день жизнь семьи Егоровых разделилась на до и после. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Что это такое, чего нам ожидать в дальнейшем? Мы вызвали врача, врач пришел, посмотрел и говорит, не переживайте, нормализуются в течение недели, все функции должны восстановиться. Через неделю у нас все то же самое. Ольга сразу обратилась в больницу. Там ее успокоили, что такая реакция на прививку пройдет через несколько дней. Однако этого не произошло. Вставать на ноги, как делала это прежде, Настя так и не начала. Нас наблюдали врачи, собирали консилиумы, мы лежали в стационарах, в дневных стационарах, ездили везде, где только можно, к каким только можно врачам, к мануальным терапевтам, к остеопатам. Никто нам не давал никакого ответа, что с ребенком происходит. Потому что по анализам и по состоянию здоровья на тот момент ребенок был в идеальной форме. Почему она не ходит, никто не знает. Курсы лечения у Насти шли один за другим. Помимо лечения, которое оплачивается государством, девочку возили в частное учреждение. Потихоньку состояние ребенка улучшалось. Мы лечились в 9 больнице на стационаре в неврологическом отделении. Лечились в Бонуме на Краснокамске, этот особый ребенок, в Талисмане, в Любвине. Ездили на дельфинотерапию мы с ней, в Алушту. Лечились в Челябинске. По сей день лечимся в Челябинске в медицинском центре ФАОН. Они нам дали очень многое, большой толчок. Получается, после прививки ослабил тонус мышц, он практически пропал. И вот с физиолечением начали нарастать обратно все мышцы, все функции двигательного аппарата потихоньку-потихоньку стали восстанавливаться. На то, чтобы Настя вновь начала вставать на ножки, потребовалось целых два года тяжелого постоянного лечения. О шагах на тот момент не было и речи. С опорой мы начали ходить в 2,3. В 2,5 мы ходили за две руки, в 2,7 за одну. И вот с 2,7 по сегодняшний, скажем так, день, она ходила за руку. Ну, как бы сейчас, в принципе, это ходит за руку. Иногда отпускается, делает какие-то свои шаги. Начала отпускаться мы в мае месяца. Мы проставили диспорт, и через неделю буквально она стала отпускаться. К трем годам, когда Настя вновь начала хоть как-то удерживаться вертикально, появились и новые трудности. Ребенок сильно перекрещивал ножки, не мог ставить их правильно. Мы очень плохо начали ходить, у нас был перехлест ног, то есть она ставила ноги иксом, получается. Потом нам выписали тутора на голеностопный и коленный сустав. В этих туторах мы очень долгое время находились. В течение года мы их носили, но в течение двух, получается, трех месяцев мы их не снимали. Снимали только купаться, переодеться. И в зимний период, вот у нас выпадало такое, что в зимний период при нахождении на улице мы их, естественно, не одевали на прогулке. А так она постоянно находилась в них. В мае этого года случилось то, чего ждали Егоровы на протяжении пяти лет лечения. Настенька впервые отпустилась от опоры и смогла сделать несколько самостоятельных шагов. Когда малышка начинала ходить в возрасте 11 месяцев, радость от ее шажочков была совсем другой. Сегодняшняя ходьба Насти – неестественный физический процесс, а результат совсем непростого для ребенка лечения. И результат этот Насте нравится. Она готова ходить в любую свободную минутку. Сидели дома, занимались. Она ходила, держалась за стену, за поручень. И тут буквально какие-то секунды она отпускается и бежит к дивану быстро-быстро, чтобы успеть, чтобы не упасть и себя как-то скорректировать. Потом опять ей, видать, стало нравиться, что она самостоятельно уже как-то передвигается. И вот она у нас в течение вечера, не знаю, на кругов 40, наверное, у нас намотала по комнате, отпускаясь, прикасаясь, отпускаюсь, прикасаясь. Болезнь сильно повлияла на Настин характер. Несмотря на совсем юный возраст, она очень сдержанная и терпеливая. Даже если устала, по просьбе мамы вновь и вновь выполняет трудные упражнения. В свои шесть Настя уже понимает, чем она отличается от сверстников и изо всех своих детских сил старается это преодолеть. Первое время она у нас очень, так скажем, отторгала это все, не принимала вообще ничего, не хотела ничего делать. Даже в медицинских центрах, когда у нас были занятия с ЛФК, она не ходила. Просто вот встанет и стоит, забьется вот в угол, хотя как бы дети такие же все, как и она, специальный центр. Потом как бы со временем до нее, видать, с возрастом она начала понимать, что это, во-первых, нужно ей. Не столько нам, сколько ей. И глядя на сверстников, она начала как-то более упорно что-ли заниматься, более целеустремленно как бы идти к этому. Ну вот, сейчас делают все. Пусть где-то через слезы, где-то через не хочу, но делают. Хорошо поднимай. Напрягай ножки, чтобы коленочки напрягались. Вот эти вот все мышцы напрягались. Давай. Сам факт того, что Настя может ходить без поддержки, очень важен. Но походка девочки пока все же сильно отличается от правильной. Ее еще предстоит корректировать. Правильная походка важна не только для красоты, но и в первую очередь для правильного развития детского позвоночника. Чем быстрее Настя начнет ходить правильно, тем больше шансов, что в будущем удастся избежать проблем со спиной. Поднять колени, присесть. Присесть не может, потому что нужна опора, нужно за что-то держаться. Наклониться ей очень тяжело самой. Ее приходится держать за талию, за пояс, за ноги, за колени. И тогда вот она делает наклон. Наклон она сделает, подняться в равновесие ей очень тяжело. Потому что нагрузка очень большая идет, и не может она. Сейчас особенно важно, чтобы девочка научилась останавливаться во время ходьбы, пока Настя может передвигаться только от одной точки до другой. Это простое, казалось бы, умение на самом деле очень важно. Помочь ребенку удерживать равновесие можно. Для этого необходим специальный фиксатор на ножке. Он называется СВОЖ. Она бежит, видит цель какую-то, стену, поручень какой-то, дверь. И она вот до нее бежит, и тем самым не может себя скоординировать где-то в пространстве, чтобы остановиться. То есть на улице это вообще тяжело? Это тяжело, конечно. Ей одной уже никуда не отпустить, от нее не отойти. Это нужно быть постоянно, постоянно с ней. Этот СВОЖ предназначен для того, чтобы ребенок при ходьбе смог улавнивать равновесие и останавливаться. Получается, тазобедренные задействованы будут, и спина. Вот, с помощью этой шины она сможет останавливаться где-то, делать какие-то перерывы, стоять не держась за опору, ходить не держась, не болтаться при ходьбе, как она вот сейчас, что, из стороны в сторону. Не наклонять тело, корпус, как бы идти прямо ровно. Без возможности остановиться во время ходьбы Настя, к примеру, никогда не сможет одна выйти на улицу. Простейшее, казалось бы, умение замереть на месте во многом расширяет возможности ребенка. Без тренажера научиться этому не получится. А его стоимость, к сожалению, слишком высока, чтобы семья могла оплатить его самостоятельно. Он стоит 86 250 рублей. Поможет он скорректировать ходьбу, скорректировать равновесие, научиться держать равновесие. И поможет пойти ей дальше, как бы, уверенной походкой. Самим у нас не получится его купить, потому что у нас очень частая реабилитация, на которую требуются деньги. А работает один папа. Помочь, ну, мама, папа, бабушка, дедушка, конечно, помогают, не бросают нас. Но все равно этого всего, всех этих, да, очень большая сумма. В следующую осень Настя пойдет в первый класс самой обычной школы. Будет учиться наравне со здоровыми детьми. Очень важно поскорее приобрести тренажер, чтобы девочка успела научиться останавливаться во время ходьбы. Она очень старается научиться правильно ходить. И мы, взрослые, можем вместе помочь ребенку уже очень скоро приблизиться к этой победе. Что бы мы сегодня не хотели, и куда бы реки не текли, главное, чтоб дети не болели, чтобы быть здоровыми могли. Ничего, что далеко до цели, что подорожала жизнь сто раз. Главное, чтоб дети не болели. Ни вчера, ни завтра, ни сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok